В доме-интернате для престарелых и инвалидов большой праздник. Все жильцы и работники отмечают столетний юбилей ветерана Великой Отечественной войны и труда Анны Антоновны Зиновьевой. В преддверии такого дня поздравить виновницу торжества приехали гости из Росгвардии. Альбина Курочинова-Кенжева продолжит. Анна Антоновна Зиновьева проживает в доме-интернате с 2006 года и является самым старшим жильцом. После того, как ушел из жизни единственный сын, внук хотел забрать бабушку в Ростов-на-Дону. Анна Антоновна была категорически против. Любовь к родной республике перевесила все остальное. Юбиляр говорит, что ни о чем не жалеет. Любит дом-интернат, и он ей стал родным. С внуком постоянно на связи и ждет его приезда с нетерпением. А здоровье как? Здоровье. Не знаю, как сказать. Хорошо сказать нельзя. И плохо сказать нельзя. Тортик будет. Тортик будете кушать? Торт. Будем. Вы любите торт? Все будем кушать. Поздравить виновницу торжества прибыли почетные гости из Росгвардии. Заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов, начальник Управления нацгвардии по республике Андрей Пархоменко и заместитель начальника по работе с личным составом по Карачаево-Черкесии Марат Цуров. Мы хотим поздравить вас с таким прекрасным юбилеем. Вы прожили целый век. И не просто прожили. Прожили, наверное, самые тяжелые, самые сложные времена для нашей страны. И то, что сейчас вы подарили нам, вашим трудом, это мирное небо над головой. Это радость, счастье, прекрасная погода, прекрасная природа и прекрасное государство, которое сейчас у нас есть. Желаем вам долгих-долгих лет жизни, крепкого-крепкого здоровья и всех благ земных, всего самого доброго. Ну и как мы с вами договорились, мы, наверное, на 150 лет, мы с вами лесгинку должны танцевать. Вы сказали, точно вы со мной будете танцевать. Директор Дома-Интерната Светлана Килина говорит об Анне Антоновне с теплотой. Описывает ее мягкий характер, ее любовь к музыке и посиделкам с жильцами дома. Говорит, что она очень добрая и спокойная женщина. С 2006 года она очень активная всегда была. И пела песни. Из-за Анны Антоновны посвятила себя религией. И всю жизнь она пела в церкви, в церковном хоре. Она сейчас также верит в Бога, позитивная. Всем желает здоровья, долгих лет жизни. Мужественная женщина Анна Зиновьева пережила военное и тяжелое послевоенное время. Совсем недавно поборола коварный ковид. Сильная духом юбиляр благодарит за внимание к себе и желает всем здоровья и мирного неба над головой. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.